Хотите идеальную тональную основу? Тогда нужно выполнить две задачи. Во-первых, найти идеальный состав, а потом подобрать идеальный цвет. Что касается идеального состава, то наверняка вы думаете так же, как и я, и хотите, чтобы ваша тональная основа безупречно тонировала цвет вашего лица, убирая то, что не нужно вам показывать, а это пигментные пятна, красноватые кровеносные сосуды, поры. Кроме того, должна убрать ненужные тени с поверхности лица, чтобы сделать лицо более светлым, а значит более молодым. Не должна быть видна на лице, чтобы не было эффекта припудренного лица, к которому страшно прикоснуться, не то что поцеловать. Должна освежать, омолаживать и безупречно выглядеть на лице как минимум 12 часов. Если так, то значит стоит обратить внимание на новую тональную основу от Mary Kay. В ней воплощена формула интеллектуальной подстройки к вашему цвету кожи. Кроме того, она еще и содержит комплекс Age Minimized 3D, что говорит о том, что она помимо всех своих достоинств еще и омолаживает вашу кожу. Она воплощена в двух формулах сияющая и матовая. Как определиться, если ваш тип кожи сухой или нормальный, вам нужна сияющая тональная основа. Эта тональная основа будет отмечена розовой полосой. Если у вас комбинированный или жирный тип кожи и вы любите, чтобы ваша кожа выглядела матовой, то тогда вам нужна матирующая тональная основа. Она отмечена сиреневой полосой. В каждом из типов кожи есть 13 оттенков. Теперь давайте определимся, как правильно подобрать тональную основу. Если вы думаете, что для того, чтобы определить подходящий для себя цвет тональной основы, достаточно ее нанести просто на руку, то вы глубоко заблуждаетесь. Как часто я вижу женщин в дьюти-фри или в различных косметических магазинах, которые именно так и делают. Но это неправильно, потому что и кожа на руках сухая, и цвет на руках другой, да и химический состав кожи на руках отличается от химического состава кожи на лице. Я, как человек избалованный компанией моряки, который уже много лет ездит на люксовых автомобилях, слышу часто от своего мужа, что в этой машине воплощена интеллектуальная система подстройки под качества дорожного покрытия. А в этой машине у нас воплощена интеллектуальная система торможения, интеллектуальная система парковки, интеллектуальная система подсветки дороги и так далее, и так далее. Так вот, в новой тональной основе от моряки воплощена интеллектуальная система подстройки под ваш цвет и тип кожи. Это говорит о том, что вам будет трудно ошибиться, когда вы будете определять для себя идеальный цвет. Итак, сделайте несколько шагов, чтобы понять, какой же цвет для вас идеальный. Первое, мы определили, это сияющая, если у вас сухая или нормальная кожа, или матирующая, комбинированная или жирная. Второй шаг, нужно определить, какой подтон кожи у вас, холодный, теплый или нейтральный. Как это сделать? Ответьте на следующие вопросы. Итак, ваша кожа хорошо загорает и при этом практически не обгорает. Если так, то тогда у вас, вам, теплый тон кожи. Он отмечен буквой W. Если ваша кожа хорошо загорает, но при этом еще и обгорает, то тогда у вас нейтральный цвет кожи и ваш подтон N нейтрал. Видите, отмечена буквой N. И если ваша кожа практически не загорает, только пигментные пятна появляются, но при этом обгорает постоянно, то тогда ваша кожа Си-Ку, холодного оттенка. Итак, определяемся. Я выбираю для себя. Моя кожа загорает, но при этом и обгорает, поэтому для меня подойдут нейтральные оттенки. В нейтральных оттенках есть гамма Айвори и Беж. Айвори это от очень светлого до светлого, Беж от среднесветлого до темного. И есть еще бронз. Но бронз очень хорошо наносить, как невидимые колготки на ножки, но не на лицо. Итак, так как у меня средний цвет кожи, я не люблю, когда моя кожа выглядит очень бледной, я тогда кажусь больной. Поэтому я выбираю где-то средний цвет. Это буду пробовать самый темный Айвори. Это самый темный Айвори у нас. Айвори N-160. И дальше у меня есть предложение от компании. Это Беж N-150, Беж N-190 и Беж N-220. Это мне точно не подходит. Это очень темный. 190. Ну попробуем. Итак, как делаем следующий шаг? Берем и делаем полоску тем цветом, который я выбрала для эксперимента. Три цвета вполне достаточно, я считаю. Беру великолепной новой кисточкой, которая похожа на стриженную норку, и наношу под скулу. Видите, вот такую полосочку. Оставляю ее. Главное сейчас правильно расположить тональную основу, чтобы потом не забыть, где какой цвет был. Итак, самый верхний у меня Айвори N-160. Беру следующий по цвету. Беж N-150. Матирующая. И тоже наношу кисточкой. Не наносим. Так, оставляем. Теперь третий цвет для эксперимента. Пока вы видите, да, я еще наношу третий цвет, но вы видите уже, как меняется оттенок. Интеллектуальная подстройка происходит. И третий цвет. Беж N-190. Беж N-190. Так, нанесли. И теперь где-то примерно минутку нужно подождать, как пока тональная основа подстроится под ваш цвет кожи. Вы видите, да, что Айвори, первый, который я нанесла, он слишком светлый. Второй цвет. И третий. Ну что, видите, эксперимент, да? Эксперимент удался. Верхний цвет Айвори N-160 слишком светлый. А вот этот цвет Беж N-150 и вот этот тон Беж N-190, это те цвета, которые мне необходимы. У каждой из нас должно быть как минимум два цвета тональной основы. Одну вы будете наносить на центральную часть лица, там, где нужен свет. Это центр лба, спинка носа, носогубные складочки и переход от лица к шее. А более темный цвет в плане корректора контуринга. Это будут виски, скулы и по бокам нос. Вот таким образом будет наноситься тональная основа. Вы можете наносить ее пальцем, вы можете наносить ее бьюти-блендером, можете наносить кистями. И вот эта кисть заслуживает особого внимания. Если вы хотите продобрать для себя тональную основу, и у вас нет бьюти-эксперта, и сами вы не являетесь бьюти-экспертом Mary Kay, напишите мне в директ, и я помогу подобрать вам правильно тональную основу. Продолжение следует...